В матче с Амуром состав вернулся Тиему Лааксу, однако сыграл всего один период, получив матч-штраф за споры с арбитром. А чуть раньше Северсталь сумела открыть счет. Линус Виддель удачно сыграл на добивании после броска Николая Бушуева. Спустя минуту череповчане удвоили свое преимущество, забросив вторую шайбу в численном меньшинстве. Автором гола стал Евгений Кавышин. Второй период остался за гостями. Уже на 29-й секунде они отыграли первую шайбу. Следующее удаление в составе Северсталя обернулось еще одной пропущенной шайбой. Цель достиг дальний бросок Владимира Логинова. 2-2. Развязка наступила в середине третьего периода. Вадим Берников отправил шайбу в ворота Амура вместе с вратарем. Там добивание было, докопали, как говорится, с мясом и завезли туда вместе с вратарем. Попытки хабаровчан спасти матч успехом не увенчались. В итоге 3-2. Северсталь прерывает серию поражений. Реализация немножко хромает. Сегодня забили три гола и уже выиграли. То есть двух, одного гола нам не хватает, надо больше забивать. Сначала очень сложная игра, потому что за мной. Я потом узнал, что... Я не думал, что одна шайба будет дрожить этот матч. И я очень рад, что мне эту шайбу задумал. Ровная мужская игра, в которой, может быть, нам повезло побольше, может быть, ребята больше хотели. Но благодарен своим ребятам за то, что закусились, за то, что стали мужчинами, забили этот гол, который нам принес победу. Следующий соперник Северстали – дебютант КХЛ «Адмирал» из Владивостока. Игра состоится в пятницу 11 октября. Прямую трансляцию матча смотрите на 12-м канале в Череповце и 7-м канале в Вологде.